Не смейте трогать меня! Не трогайте меня! Кто вы такой? Умирайтесь! Не трогайте меня! Что это за черт возьми было, Ирина? Ну ты же сама сказала, что это волак? Я спросила, не кто это был. Я спросила, что это было с твоими глазами. Я не знаю, я так испугалась, глаза будто загорелись огнем. Я не могла это контролировать. Они не будто загорелись, они горели, черт возьми! Они пускали лучи, будто из бластера, как в Звездных Войнах. Ты думаешь, это плохо? Ну я не знаю, может быть врачу показаться. Просто я с таким не сталкивалась. Но ты же говорила, что все знаешь про мистику и про колдовство. Все? Да не все! Скорее всего, все, что нам нужно знать, написано в твоей книге. Давай ее сюда! Вот! Но вряд ли ты поймешь, что там написано. Там же нет ничего на русском. Хорошо, пойдем! Сейчас 21 век. И если у тебя более или менее крутой телефон, то можно скачать приложение, которое всего лишь по одному фото переведет эти каракули. Ты серьезно? Хоть бы там были ответы на все мои вопросы. Сейчас посмотрим. Боже, какие страшные существа. Даже не верится, что они на самом деле существуют. Хорошо, разберемся с первой страницы. Сейчас посмотрим. Так, нужно сделать фото. Отлично, есть. Ну что там? Что там написано? Ну да, я была права. Тут написано, что это гримуар. Тут сказано, что всевидящее око – это старинный символ, который насыщен энергетически. А еще сказано, что этот знак, всевидящее око, помогает развивать дар экстрасенсорики, то есть ясновидения, и также помогает найти ответы на интересующие вопросы. Что? Опять этот знак, который я видела? Видимо, да. Но вот почему-то изображение этого глаза в этой книге я не вижу. Хм, интересно. Почему? А может, его и вовсе не должно быть там? Откуда ты знаешь? Нет, что-то тут не так. Эти книги всегда полны тайн и загадок. Что? Что ты имеешь в виду? Нет, все-таки тут что-то спрятано. И, возможно, от кого-то. Хм, странно. Я думаю так, подруга. То, что нельзя увидеть при дневном свете, скорее всего, можно увидеть при лунном. Но сейчас луны нет. Да, ты права. Но у меня есть кое-что как раз на такой случай. Подожди меня пару минут. Я сейчас приду. Только не оставляй меня одну надолго, хорошо? Не бойся. С одним демоном мы уже разобрались. Значит, и с другими справишься. И я в этом не совсем уверена. Так, где-то здесь... Блин, я точно помню. Он всегда со мной. А, бабушка. Ты-то мне и нужен. Та-дам! А вот и палочка-выручалочка. Что это? Это ультрафиолетовый фонарик. Им проверяют водяные знаки на купюрах, чтобы выявить фальшивые деньги. Но как этот фонарик поможет нам? Мы же не деньги собираемся смотреть, проверять их на то, фальшивые они или нет. Все просто. Сейчас нам нужно выключить свет, сделать гораздо темнее в комнате и включить этот фонарик. Он должен нам показать. Если тут что-то спрятано, мы это увидим. Ну, хорошо. Я надеюсь, что у тебя получится. Для начала зашторим штору и выключим свет. Думаю, достаточно. Закроем дверь. Ну что, я готова. Давай посмотрим, что спрятано в этой книге. Включаем. Так, кажется, тут что-то есть. А вот и знак. Кстати, тот же самый, который ты видела на руке у доктора. Ну и тот знак, который ты рисовала. Да уж, это точно. Слушай, а может быть, тот врач, ну, доктор, сможет нам как-то помочь рассказать про то, что со мной происходит, про этот знак, в конце концов, про мои способности и то, что я вижу будущее. Может быть, обратимся к нему за помощью? Отличная идея. Нужно позвонить в скорую помощь и узнать фамилию врача, который дежурил вчера и выезжал по твоему адресу. А что мы им скажем? Ну, я не знаю. Скажем, что симптомы повторились, что не могли бы вы нам помочь. Вы ведь давали клятву Гиппократа. Думаешь, они не откажут нам помочь? Ну, я не знаю. Ну, это, по крайней мере, лучше, чем ничего не предпринимать. Ты права. Надо звонить. Здравствуйте, скорая. Что у вас случилось? Алло, здравствуйте. Вы не могли бы нам помочь? Да, я слушаю вас. Говорите. Вчера по адресу Круглова, 15, 29, был вызов. И доктор, что приезжал, очень нам помог. Не могли бы вы как-нибудь сделать так, чтобы мы связались с этим доктором? К сожалению, мы потеряли его визитку, но он предлагал нам свою помощь, если вдруг симптомы у нашей больной повторятся. Извините, но в базе данных не зафиксировано таких вызовов, а это значит, что к вам никто не мог приезжать. Не может быть! Этого не может быть! Но я звонила, и врач, и карета скорой помощи... Как же так? Девушка, вы пьяны? Сейчас же положите трубку, или я донесу о ложном звонке. О, боже, нет! Извините, спасибо вам. Что случилось? Ты не подашь мне воды? Да, конечно, сейчас, подожди. Держи. Настя, ну что они сказали? Что сказали в скорой помощи? Они дали тебе контакты того доктора? Они сказали, что вчера никаких вызовов не было по этому адресу и даже на твою фамилию. Никакие врачи не приезжали. Что? Что за бред? Он же был тут! Ты же звонила! И скорая помощь! Ирина, мне кажется, что ты была права. Этот доктор не совсем доктор. Скорее всего, он тоже как-то связан с твоим даром и с этим знаком. Кто ты? Что тебе нужно? Не смейте трогать меня! Не трогайте меня! Кто вы такой? Убирайтесь! Не трогайте меня! Настя, он вообще живой? Пульс вроде бы есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...